Я согласен с тем, что религия, вот это всё, но это всё навязано, я вот так скажу. А атеизм, это не является, там, страхом перед чем-либо или ещё просто. Допустим, я атеист, я не верю вот в Бога, там, да, и мне как-то вот на эти религии, ну, грубо говоря, я не буду при вас выражаться, потому что... То есть вы считаете, что это правильно, вы передовой такой, мыслящий человек. Нет, я не считаю, что правильно, я высказываю своё мнение. А вы знаете, из лауреатов Нобелевской премии 98% верующие люди. И что? Но это ничего не говорит для вас, что 2 миллиарда 200 миллионов христиан, 2 миллиарда мусульман, которые живут этим, и около 2 миллиардов индийцев в Индии, не верующих на земле, 8%, а количество преступлений, какие в мире совершается, 99%. Почему человек не верит в Бога? 3 тысячи лет назад Давыд сказал, 13-й Псалом и 52-й, сказал безумец в сердце своём, нет Бога. Причина. А они совратились, совершили гнусные преступления, нет делающего добро, нет ни одного. Вот весь ответ. Я не верю в Бога. То есть я хочу всё творить, поверишь, когда в жизни придётся защемить. Вот это высказывание, типа, когда там люди верующими становятся, когда им прижмёт. Нет, дело не в этом, просто я сторонник, так сказать, науки больше, чем вот это. Науки, наука как будто бабка какая-то богатая сидит. Наука нас и завела к этому. Я не увидел, я не могу сказать, что я верю в это. Хорошо. Пушкин был или нет? Пушкин на земле был или не был? Жил? Ну, я не знаю. Не знаете, то есть атеист настоящий – это отцы и дети у Тургенева. Настоящий атеист – это нигилист. Нигилист должен сомневаться в собственном существовании. То ли я живу, то ли не живу. Это всё пройденный этап. Если расходиться прямо уж так, прям глубоко углубляться, точнее, в это во всё, то понятное дело, что можно прийти к этому. А вот смотрите, у вас такой книги нету? Нет, конечно, нет. И представьте, великие люди. Мне в детстве тоже вот это втюхивали, читали Библию. А вы видели, что в храме Путин молится? Нет, не видел, но мне-то что с этого? Нет. Это выбор каждого. Тоже глупые. Глупые все люди. А вот я не верующий. Я не считаю так. Я не считаю. Я не сказал, не оскорбил ничьи чувства. Я просто... Нет, при чём ты так сорбил? Только вы выбор сделали. А остальные – это неправильно, это явно, что дураки. Я выбрал, а другие – это не атеисты. А этим самым... Вот я, допустим, верующий. И для меня атеист – это самый дурной человек. Он не понимает, что Бог сотворил мир, красоту, земля несётся со скоростью больше, чем пули. Это ужас, какая красота. А ничего нету само по себе. Слон и комар – это одно и то же. Кит и какая-то мокрица маленькая в комнате или муха – это одно и то же. Всё из ничего так развивалось. Ну, маленько, хоть чуть-чуть мозгами-то можно пошевелить. Ну, вот если мозгами размыслить, как раз это наука, а не Бог сотворил или ещё. Хорошо, давайте скажем. Ньютон, Исаак, был в науке глубочайший, величайшее открытие сделал. И он никогда не стоял в шляпе, когда произносилось слово «Бог». И что? А ничего? Вот, мол, кто-то там, нас больше. Да что с этим? Хорошо, скажите. А лауреат Нобелевской премии – это умный человек или нет? Ну, в чём-то, если ему даётся. Это высшая награда, какая на Земле существует. На Земле. И вот первый человек, получивший Нобелевскую премию, был кто в России? Давайте, вы грамотный атеист. Кто? Я не знаю. Не знаете? Я не говорю, что я грамотный атеист. Я утверждаю о том, что мне вера вот эта в Бога не знаю. Ну, ладно, послушайте это. Воздух не будем молотить зря. Слушайте внимательно. Иван Петрович Павлов – физиолог. Иван Петрович Павлов. Я не буду брать Бунина и то, что Шолохов присвоили, Солженицыну. Наука. Наука. И вот он однажды сидит в парке там и считает. А моряк сел рядом, посмотрел. Ну, видно, что Евангелие. А Евангелие – это книга Библии. Четыре книги. Вот она как выглядит. А их четыре Евангелия, но это одно. Папаша, а что вы читаете? Ну, моряк, перехлёстнутый лентами, стрелять может, блудить. Евангелие читает, сынок. Эх, темнота. Вот это рассуждение. Темнота. Перед ним сидит человек, выше которого познания в России не было в то время. И этот человек, который ничего не знает, только стрелять может и блудить по ночам. Темнота. Вы верующим или с верующими пожили бы, вы увидели, какая жизнь. Вот мы строим с нуля православную деревню. А их погублено в стране 21 тысяча. И к нам приезжают люди отовсюду. А сразу говорят государство. И все дивятся. Вот я начальник детского лагеря. Когда государство сказало, 3,5 миллиона беспризорных, Господь помог мне создать лагерь. Я 45 лет без помощи государства. Это не просто так. Это надо обуть, одеть, кормить, чтобы интересно было, купаются, и ни одного повреждения нет. Прилетает директор Кэстонского института из Лондона, Ксения Дэннон. Как так? В течение месяца ребенок наркоман, и делается абсолютно другим. А его никто не мог исправить. А почему? Вот живут профессор психологии, приезжают, все записывают, и, наконец, выводят главная движущая сила лагеря Стана-Тире с большой буквы «Любовь». А у меня физическое наказание – это любовь. Если отец любит сына, чаще наказывает его, дабы впоследствии утешаться, говорит премудрый Соломон. У мусульман, мусульман, которые у нас, у них главная книга вот эта. У них называется это Сулейман. У нас и Авраам, у них и Барагим. Ну, слова маленько другие, но тут совсем по-другому. По-другому. Но в данном случае мудрец Соломон, величайший, самый мудрый был человек. При мудрости его все удивлялись. Вот однажды случилось, народ-то не знает, что Бог, он просил у Бога, что хочешь. И он стал думать, чего у Бога попросить? И он, Господи, народу-то много. Я, чтобы вот когда выйду к народу и обратно-то, чтобы меня за дурака-то не посчитали. Дай мне мудрости. И Господь говорит, ты не просил смерти врагов, не просил богатства, долготы жизни. Поэтому все это тебе даю и мудрости, которые никто никогда не имел. Сегодня, знаете, как вот следователи работают, какие исследования, ДНК разное. И вот две женщины жили, блудницы. Ну, нажили детей, на вторую букву алфа это их называют. И обоих по ребенку. И одного возраста. И одна ночь встала, смотрит, а под ней ребенок ее лежит. И она его задавила. Это бывает. Она его мертвого подложила к другой, а того взяла к себе. Та охала, а утром-то когда посмотрела. Так это твой ребенок мертвый, а мой у тебя? Нет, это мой. Но она видит, у него волосы другие, все. Ну и спор дошел до царя. Ну, вот как решить-то, какой? Никто не видел, живут одни в доме. Как бы вы решили? Вообще ребенок-то. И люди смотрят, а как царь решит? И царь решил так, чтобы вся страна сдрогнула. И все поняли, перед этим царем на цирлах ходить надо. Что он мог сделать такое? А вот смотрите. Он-то знал, что он говорит, тебе принадлежит, ты говоришь, а ты говоришь, тебе. И оба одинаково говорите. Так, под охраннику, который стоит рядом, то у него часовой, а тогда мечи были. Так, бери за ногу, он взял ребенка этого живого, поднял за ногу, руби его пополам. Половинку той, половинку этой, которая не родная мать, она говорит, руби. А которая мать родная, не надо, отдайте ей, отдайте ей. И весь народ испугался, что теперь, если дело будет рассматривать царь, не пойдет так. А у нас как, исследуют, деньги кому-то дали, невинный пошел страдать. Я много судился, поэтому могу говорить об этом. Нет, я не отрицаю по поводу того. Но мы все равно ушли-то далеко от другой темы. Мы изначально разговаривали по поводу атеизма. Вы родились, и вы уже сразу же крещеным были, вас покрестили. Я родился в такой семье старообрядческой, Алтайский край, я живу где в Барнауле. Ну и крестили, естественно. Я сейчас не помню, как, но мне не полно три года было. Вот это я запомнил. Из фронта вернулся мой отец. Ему оторвало руку, вот почти под плечо она у него после операции. И я помню, как он зашел в избу. Дальше я только помню уже пятилетний возраст, и там уже все помню. Но что Бог есть, и что за гробом существует жизнь, и есть мука в огне, и радость со Христом, это я знал. Но Евангелия, Библии не было. Мать сказала, что нельзя вот то делать, курить, в пионеры вступать, там комсомол. Это я знал. Мы крепко держали. В школе пить нельзя с мирскими. А у нас школа далековато, но большая перемена, там 15 минут. Вот я до дома убежал, чтобы выпить воды, а потом вернуться в школу. 10 классов покончил, и ни разу в школе не напился. Мать говорила, вот такое уважение к матери. Но когда уже после армии я вернулся, 23 года, мне в руки дали Евангелие. И уже через полчаса я был другой. Помолились, я встал и на себя смотрю, это другой человек. Говорят, горе какое-то, я в морфлоте служил, теперь работаю на корабле, учусь в училище, у меня деньги, сила, здоровье. А внутри пустота. Я смотрю на все, на звезды, как один был такой, философ Монтеньо говорил, отрицать Бога под звездным небом или у гроба близкого человека, может только явный преступник или идиот. Когда мы понимаем, уже ничего нету. И где он написал? Монтеньо, французский философ. Это мудрая мысль, это не Библия. А вот пример, смотрите. Вы участвуете, то что я говорю. 2000 человек сидит. Ну, один из них, я, один вы. Выступает Евгений Берсье, проповедник. Времена Парижской коммуны. Он говорит, ну, граф Монте-Кристо, знаете, фильм есть такой, обвиненный, его посадили всю жизнь в одной камере до смерти. Он никогда не выйдет оттуда. Граф Монте-Кристо, как не знаете, это очень популярнейшее. Ну, видите, атеисту ему ничего не надо. Монте-Кристо? Нет, не атеист. Он, я говорю, а вы атеисты, и вам еще знать-то зачем, все равно это никакого толку не будет. Так вот, смотрите, смотрите. И вот задал вопрос Евгений Берсье, проповедник. Вас сегодня арестовывают, сажают навсегда. Какую книгу возьмете с собой? Ее нельзя не обменять, считать больше ничего не дадут. Только одну книгу на всю жизнь. 2000 человек, все ответили Библию. Вот она перед нами. Я ее читаю 57 лет. 57 лет читаю. Подождите, не ерунда, а. 57 лет, это не игрушка. Я как будто первый раз в руки взял. Столько там мудрости. Вас не перебить, я вам пытаюсь просто высказать свое мнение. Вы меня оскорбляете при этом. Ваше чувство... А вы не оскорбитесь никогда, если вы верующий. Человека нельзя оскорбить. Вы считаете себя верующим, вы перебиваете меня, вы свое толдычите, рассказываете, как любой вот этот человек, который приходит с книжкой и начинает свою религию просто навязывать. Мне это зачем? Просто я... Вы меня оскорбляете тем, что вот атеист, ты дурак. Так и было сказано. 3000 лет назад Давыд сказал, вот в Библии написано. Сказал, сказал и что сказал. Да. А что сказал? Смысл в этом нет. Это самая популярная книга за всю мировую историю. 3000 лет назад... Все берется-то из масс. То есть это обществом навязанное мнение. Так же вы сказали, в три года вы родились, вас уже как бы покрестили. То есть три года. Три года. Вы вообще в разумном... Вот вы еще не в разумном состоянии. Скажите, человек, который не знает, ни разу не был там, как он может судить о местности, о людях? Человек, который не считал книгу, как он может говорить о ней? Как человек, я вам... Как человеку, я вам ничего вот не говорю. Я говорю, как человеку, который меня оскорбляет сейчас и пытается... Да ладно, не мучайтесь в оскорблении. Оскорбляют меня. Вы Бога оскорбляете. Вы не признаете, что он ваш отец. Вы богохульничаете. А меня оскорбляют. Видео затронутая. А вы, вот, заметьте, вот в рулетке все время пьют и едят, и курят. Пьют и едят. Почему? Огонь гиенский заливают. Разницы нету. Разницы. Ну, если я, вот, заметьте, в пяти университетах преподаю, два часа идет урок, я никогда не позволю стакан ставить. А мне 81-й год. Вам 21-й год, и вы непрерывно хлюпаете. Почему? Внутренний огонь подсказывает, что в огне гореть будете. А вы не понимаете, что это такое. Притом, не вы один. Ну, суть-то в чем, это все тоже... Это все так, все. В интернете. Ни одного, чтобы не пил и не ел. Вот сидят, пьют и хватают бутылку и пьют. Я здесь нахожусь уже не первый день. Это наука. А зачем вы пьете сейчас, вот, когда мы разговариваем? Ты соленого много съел, и у меня организм требует... Ну, а если бы один был, ну, если бы передо мной прошло полторы тысячи, и все до одного пьют и едят на глазах. Чего, чтобы всем... Да тут же даже до уровня глупого не доросли. Ясное дело, что вы себе руку исписали. Зачем? Захотел. Это мое тело. Оно не ваше. Бог сотворил. Это храм Божий. А вы его пытаетесь... Я бы сейчас сказал все, что хотел, но вот это ваше... Вы сейчас материться будете? Материться будете, да? Это все насколько... Еще раз. Материться будете? Я не матерился. Не матерись, я прошу, иначе будет стыдно вам завтра. Да не, я ни разу не матерился. Я прошу, прошу. Я вас уважаю как человека, и не собираюсь перед старшим человеком материться или еще что-то. Просто речь-то за что? Мы разговаривали про религию. И именно конкретно про вас и про меня. То есть вы верите в Бога, я нет. Тем самым я высказал свое мнение. Я не втюхивал ничего никому. Не пытался доказать, что вот, мол, не существует там Бога. Не богохульничал тем более. Да, хотя в повседневной жизни я этим занимаюсь, я не отрицаю этого. Да, есть такое. У меня Бог верует... Ой, Бог. Друг. Мой лучший друг, он верующий. Он прям верующий. У него икона, у него вообще семья верующая. Вот. Мы с ним шутим, но так между собой. И да, я богохульничаю, бывает, прям не отрицаю этого всего. Но суть-то в чем? Я говорю о том, что я касаюсь просто... Не вот то, что я такой умный там или еще что-то. Я просто вот... Я не поверю, пока не увижу. То есть в массах... Да, все касаемо разумного. То есть вы говорите там Пушкина. А был ли Пушкин? Может быть и не было. Может быть и был. Но если массы говорят, то да. Вот я верю в то конкретно, то, что я хочу верить, а не в то, что... О, теперь понятно. Не то, что вы видите, не видите, а что во что. А вот заметьте, как Ян Златоус, это самый великий проповедник. Как он доказывает, что будет суд Божий? Бог справедливый, все отвечают, любая религия. Да, справедливый, Всевышний, сотворивший этот мир, невидимый и вечный Бог. А на земле справедливость? Да нигде почти нет ее. И так, Бог справедливый, справедливости нету. Значит, она справедливость восторжествует не здесь, а где-то за гробом. Вот лучшее доказательство, когда Бог, говорит, Лермонтов пишет, есть Божий суд на перстнике разврата, есть грозный судья, он ждет. Он недоступен звону зла, то и мысли дела он знает наперед. Мы в школе учили стихотворение. И никто не возражал, что есть Божий суд. Евгений Евтушенко стихотворение написал, объясняет, что такое, когда прогнали их с парадного подъезда. Вот смотрите, мы с вами сейчас встретились. Я нахожусь в городе Барнауле, звать меня Лапкин Игнатий Тихонович. И мы с вами едем в одном поезде. Давайте поговорим так. Пять минут, вы правы на сто процентов. Ну, а значит, я не прав. Я верю в Бога, которого нету. Потом пять минут, я буду прав. А вы не правы. Давайте начинаем. Не, я так не буду. А почему? Я говорю за правду. Нет, ну попробуем, давайте так. Я не прав на сто процентов. Вы правы на сто процентов. Вот давайте на пять минут. Покажите, в чем я ошибаюсь. Что у меня хуже вашего? В семье или как? Что я проиграл в то, что верю? Ну, я верю в Бога, которого нет. Это говорит, что я идиот и дурак. Для меня, для меня, для меня. Я же не говорю, что для вас. Я говорю, для меня, Бога, в который вы верите, для меня его нет. Я именно конкретно свою личность затратил. Ну, вы меня поняли. Я хочу сказать, вот такая ситуация. Все неверующие в стране. И все верующие. Что в стране будет? Все неверующие. Если все неверующие? Все неверующие. Все атеисты. Вот вы вас послушали, поняли, юноша, вырос наконец такой герой. И не надо верить в Бога. Все храмы закрыли, мечети закрыли. Все неверующие. Что в стране будет? Вы представляете? Можете, пожалуйста, повторить, как вас зовут? Просто к вам обращаться, я не знаю. Вы не знаете, что будет? Вы из дома не выйдете. Он спрашивает, как вас зовут. Еще раз. Я еще Игнатий Тихонович Лапкин. Вы зайдите на наш, на это, Ютуб. В Ютубе, во свете Библии. Там у меня канал. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Во свете. Зарядите. 18 тысяч 950 роликов у нас. Рассвет Библии, да? Во свете Библии. Свет от нее идет. Во свете Библии. Во свете. Открылась, нет? Во свете Библии. Можете добавить открытым оком. Там еще два слова. Игнатий Лапкин. 42 тысячи подписчиков? Да. 42 миллиона просмотров. И вы занимаетесь тем, что сидите в чат-рулетке и разговариваете? Ну какие ролики-то? Не просто ролики. Человек считает, вот сейчас только написали. Я вот то-то, то-то делал, курил. Один раз зашел сюда, говорит. Я уже давно бросил, не курю. Вот представьте себе, смотрите. Вот вы живете, вы что можете сделать? Ну даже вы ни на вопросы не отмечаете. Все неверующие, вы радуетесь. Что будет на земле? Милиции, ни одного верующего нету. Ни в прокуратуре, нигде нету. Нету. Все на земле, поверили вам. Но говорить-то не будет. И в принципе существовать-то среди... Ну вообразите маленько, это можно же подумать. Люди же пишут легенды, сказки. Почему не подумать? Что будет-то? Если вы не знаете, скажи. Я не знаю, я вам скажу. Из дома не выйдете. Сразу образуются банды. Насилие младенцев. Еще раз говорю. Когда люди остаются где-то отдельно, то никто не подойдет к ним, когда не верующие. А когда все верующие, двери открыты. Мы строим православную деревню. У нас замков даже нету. Мы все как один. А вот почему вы к курению так относитесь? К курению? Потому что он отравляет организм и отнимает из жизни человека 12 лет. И последние 10 лет вы будете харкать туберкулезом. Но при этом это природа. Это в природе нет этого. Это обман. У вас нет выхлопной трубы. Природа нигде этого не делает. Только безумие человека. Табак производится в природе. Но природа дала разве для этого? Его надо мелко сделать и посыпать, где моль, таракан уничтожает. А вы вовнутрь берете таракан. Блин, да так ко всему. У каждой вещи есть свое. На каждой пачке написано вред здоровью. Каждая пачка говорит. Минздрав, поздравляю, это предупреждает. Сейчас уже убивает написано. Ага. Сейчас уже написано убивает. Убивает, даже говорят, написано. Вот если вы зайдете, вас как звать? Меня Никита зовут. Никита. А что он означает по-русски? Я не знаю. А знаете. Это то же самое имя, что Николай и что Виктор. Это одно и то же слово. На разных языках. Победитель. Да, победитель. Видите как. Вот. Если мы сейчас будем говорить об этом. Даже о табаке. Я вам не могу материал дать. У меня вышло из печати 38 томов книг. Томов. 752 страницы. И я бы сейчас вам скинул, если вы по скайпу зайдете. По скайпу легко. Игнатий Лапкин. И я вам скину материалы. Ресурсы наши. Пока разговариваем. Давайте я скачаю. Сейчас только кончим разговаривать когда. Вы по скайпу можете ко мне зайти? Да. Я сейчас вот скачу. Вот. Запишите. Вы уже нашли меня, да? Нет. Я в ютубе нашел. В скайпе сейчас. Ну вот так. В ютубе. А теперь смотрите. Я отвлекусь немного. Кроме ютуба у меня есть сайт. Во свете Библии. Сайт. Подобного сайта в мировой истории не было никогда. Сайт. Огромный. Там 50 книг аудио мной насчитанное. Томов. Архипелаг ГУЛАГ. За это меня садили. Я пять тюрем прошел. И там моя биография. В лагере смерти был. Я остался живой. На моих глазах людей убивали. Сейчас разговаривали. Уже мертвый лежит. А я верующий. Ни один охранник ко мне пальцем не притронулся. Это Бог делает так. Да я не соглашусь. Ну. Смотрите. Вот не забудьте только в сайт зайти. Я вам тогда материал там скину. Вот если бы два варианта такие были. Ну. Как-то сказать. То все меняется. Притом меняется так, что нельзя человеку изменить. Вот верующий что? Ожидает суд Божий. Говорят. А верующие тоже бывают такие. Ян Златоуст говорит так. У верующего три причины быть добрым. За добрые дела Бог обещает награду райские обители. За плохие дела обещает гиену огненную. Гиену огненную. Мучиться с дьяволом будешь. И третье. Вспомоществующая благодать Божия. И несмотря на это есть те, которые еще не так. А у неверующего ничего нет. И с чего ради он будет добрый? Как понимать. Только для себя. Да и себе-то он вред делает. Да нет. Тут я не согласен. Я могу сделать доброе дело и делаю их периодически. А это невыгодно. Я не надеюсь ни на какой исход. То есть у меня нет передо мной мотивации, что вот мне там воздастся. Или еще что-то. Я делаю это в принципе из мотивации. То есть я это делаю чисто для себя. Опять-таки же касаемо своей личности. Ну понимаете, вы начинаете жить только. У меня это хуйно. У вас есть товарищи, все не верующие? Нет, я же говорю, у меня лучший друг. У меня один друг вообще. Знакомых много, а друг один. И вот он верующий. А куда он ходит в церковь? Сектант какой-то или православный? Нет, православный. Ну православный, церковь, открытая, это церковь. А сектанты-то это так просто возникли позже. Ваш друг. И он вам о Боге говорит, о Христе. Я не о религии говорю. Я говорю о Христе, который умер за наши грехи. Взял наши грехи, чтобы нас освободить от грехов. Он умер за нас, чтобы мы жили для Бога. Вот мне, представьте, 23 года я из армии вернулся. Что Бог есть, я знаю, дальше не знаю. И вот дали в руки Евангелие. Я встал, когда молиться, и через полчаса я уже совершенно другой был. Я встал с колен, я сам на себя смотрю и не узнаю. А в это время у меня и сила, и здоровье, и деньги, работаю на корабле. В это время я делаю переводы, я на семи языках занимался. Мне многое открыто. Выходом за границу. Вдруг я вижу, ничего этого не надо. Я вижу, погибает народ. И для него я должен трудиться. Для Бога и для народа. И вот представь себе, в стране столько беспризорных. А что сделали? А ничего. У меня лагерь. Деревня разрушается. Это не просто разрушается. Тут депутат Государственной Думы выступал. Законодательное собрание, вернее. От КПРФ. И она говорит, исчезнувшее селение, а их 21 тысяча исчезло. Это не на карте надпись ушла. Это потеря земли. А на пустой земля не будет. А там дома брошенные. Все. Китай уже захватил до самого Байкала. Все. Миллионами везут. Горы голые остаются. Лес везут. Все это показано. Здесь. А там из юга подпирают. У мусульман средняя семья 8,1 ребенка. В среднем. У русских 1,8. Вымирание нации. За время перестройки, за 20 лет, в Российской Федерации убито, убито, разорвано на куски. 120 миллионов детей. А то государство погибло. Почему? Неверующие. А верующие, если такое у него случится, его церковь отлучает на 10 лет. Правила Василия Вика II. 120 миллионов. Это даже сказать страшно. А почему? А Бога нет. Как писал Маяковский. Твори, выдумывай, пробуй. Вы просто о всех бедах не знаете. Когда будете считать, вы ужаснетесь. И все это делает неверие. Раз ни за чего не отвечать. Насилие. Я просто говорил ты изначально за что. Хорошо. Вы слышали о Щикатило? Это уже себя. Щикатило Андрей. Кто такой? Еще раз. Щикатило Андрей. Кто такой? Щикатило. Ну, маньяк там. Маньяк. А таких маньяков сколько было? У него 73, у другого 53 убитых. И он просто убивал и убивал. Недавно обнаружили еще одного вилета. А он убивал только тех, которые бомжами были, то другое. Страну очищал от них. Так на суде сказал. Почему? Неверующие. В стране у нас сейчас 86,5% разводов. Если вы неверующие, вы 100% гарантия разведетесь. У вас будут меняться жены, дети беспризорные будут. Почему? Ответственности нет. Бери, выдумывай, пробуй. Хватай, ешь полным ртом. Людей так же, как и верующих хватает, убийц и маньяков. Нету, ни одного нету, ни одного. За всю мировую историю не было. Не было ни одного маньяка и убийцы? Нет, не было. Вы не знаете? Назовите. Они верят в Бога. Много воров, которые верят. Он признает, что Бог есть, но не исполняет. Написано, бесы. Нет, я не говорю это за то, что типа вера в Бога. Я не говорю это за то, что исполняет. Не каждый даже верующий, большинство верующих не исполняет эти вещи. Знаете, в церкви у нас считается здесь, где-то 85% верующих статистика показывает. А в церковь входит 1,5%. А почему? Да веры-то никакой нету. Написано, бесы, как Лев Толстой называл, черти. Веруют и трепещут. А человек даже не трепещет. Бесы веруют, что Бог был. Они были на небе, их сбросило. Есть такой ролик «Интервью с дьяволом». Себе пометьте, посмотрите. С дьяволом разговаривает журналист. «Интервью с дьяволом». Название такое. Очень сильно подобранная фигура. Как будто дьявол. Как он людей обольщает. Кто у него враг. Чем это закончится. Он все говорит. И говорит правильно. Я говорю, даю ложь и истину. Вы сами должны выбрать. «Интервью с дьяволом». У вас на канале, да, получается? В лесу, в лесу. В лесу журналист с бородой, а он безбородый. Он спрашивает, где это? На нашем канале или в интервью? Нет, не на канале. Это вообще в Ютубе, вообще в сети мировой. Я понял. Попробуйте. Нашли? Да, на кресле, который сидит. Ну-ка, включите там. Какие первые слова будут? Сейчас. Журналист с бородой? Сейчас скажу. Да. Здравствуйте. Хочу поблагодарить вас за эту возможность взять у вас интервью. Оно, да? Да, оно. Оно. Значит, если в дальнейшем у вас будет желание по этой области узнать. Есть такая, скорбь сатаны называется, или печаль сатаны, Мария Карелли. Роман. Это роман, другой, тоже показывает. Отрицать нельзя то, что есть. Говорят, дьявол спрашивает, а какая самая большая победа твоя? Он говорит, то, что я сумел доказать, что меня нет. Это самая большая победа. Хорошо. Что есть? Где доказательства? Вот где доказательства? А вот теперь где доказательства? Когда судят сегодня человека, ни один психиатр не может понять, зачем он это сделал. Я, говорит, сам не помню, схватил нож и бросился. Но это сестра родная. Я не мог остановиться. И понимает, что что-то внутри у меня было. Дьявол. Он допустил, сатана обошел и руководит его органами. Единичный случай. Так и бывает и с верующим. Не бывает. Да ну. Никита, я сейчас говорю. Не бывает. Этого не может быть. Он верующий. Да все это... Да блин. Я вот в это не верю. Для меня этого нет. Ну ладно. Вы на наш канал зашли. И вот сейчас... У меня сейчас идет закачка сегодняшнего собрания у нас была после богослужения. И детское собрание. Вы посмотрите. У нас в церкви православную. У нас ни торговли нету. Ни с тарелкой не ходят. У нас ничего этого нету. Мы работаем. Мы везде работаем. Вот деревню строим. Мы восстановили шесть прудов. Сами зарыбили все. Своя рыба. За двадцать восемь лет государство ни дороги не провело. Сами проводим дороги за свой счет. Я не отрицаю, что вы большой молодец, что вы так все делаете. Это все хорошо. Я просто сказал свое мнение. Вот с чего все началось. Я не пытался никак не оскорбить в вашу веру и т.д. и т.п. Я не пытался ничего навязать. И кому-то никогда не навязывал свой атеизм. Я просто высказал свое мнение. И как человек общества я просто сказал свое мнение. И просто был выслушан. Вы понимаете, что если вас сегодня лишить свободы, вам этот урок по силам или не по силам. Вот меня по этапу везут. Я нахожусь в Жамбульской области. А отбывать буду в Жанатасе. Меня послали туда, чтобы специально не было доступа к сердцам людей. Другой национальности, другой язык. И вот теперь что? Утром я зашел в комнату. В комнату в эту. В хату называют. В камеру. Я перекрестился. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Грешно. Мир вам. А в камере 75 человек. А шконки, это кровати, на одну по три человека. Я такой же, как все. Но бороду меня сохранили. Пока до лагеря не дойду, до своего места отбывания срока. Сразу зашебелись. А там дымина стоит, коромыслом. Подошел один. Вор в законе. Там шестая ходка у него. Пахан. Сразу. Так, отец. Это вы откуда? Я говорю, из Барнаула. А по какой статье? Я говорю, 190 прим. Что, мента грохнул? Так это 190, а это 190 прим. Штрих вверху. А что это такое? Она гласит так. Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих общественный, государственный строй Советского Союза. Вот. Ее нет, кстати. Ее убрали. И вот теперь, вот заметьте, я пришел новый человек. Он говорит, а где бы вы хотели тут шконку какую? Я говорю, где поближе к окну? Мне трудно дышать. Он подошел около окна. Так. Освободить. Тот ушел. Так. Ты наверху куришь? Убрать. Мне две шконки одному. Он преступник. Он сидит пожизненно, может быть. Но он делает различия. Верующий, неверующий. Первый раз он меня видит. Дальше. У меня с собой Новый Завет. Библия – это Ветхий Новый Завет. Я говорю, я могу вести уроки у вас. Да вы что? Я говорю, только чтобы найти, кто не курит. Три человека нашлись. Тщательно с мылом вымойте руки. Я даю Евангелие, вы считаете. Я буду разъяснять. Охранники открывают дверь. С двух этажей стоят у дверей. Первые ночи только нахожусь. Первый день. Восьми до десяти мое время. Ну будь я хоть семи пяней во лбу, что я могу сделать? Здесь каждый старается тебя уважить. Слушать замерли. Ни один слова не скажет. Смотрящие глядят. Ни один не закурит. А ночью я молюсь. И они говорят, вчера ночью сзади вас семь человек на колени становились. Можно мы с вами молиться будем? Это люди неверующие. Я говорю, а вы верите в Бога? Совершенно ни один неверующий. Но мы поверили. Уже поверили. И теперь с ними я веду работу отдельно. Какая статья? Тяжелая статья. А вы врали? Да, конечно. А что нам делать? Я говорю, в первую очередь покаяться. Дальше вызвать прокурора по надзору, следователя, изменить показания. Ни одного действия не прятать. Один раз отбудешь, и ни одного не было, чтобы срок увеличили. А бывает даже условно дали. Почему? Я начинаю о них молиться. Уже камера вся подо мною. А там такие люди... Ну, я был моложе. Там мне 50 лет, теперь уже 80 лет. Вот, пожалуйста, верующие и неверующие. У меня следователь обратился, верующий, принял крещение. Начальник тюрьмы умер, как есть. Следователь КГБ стал священником. Понимаете, это Бог делает. Ко мне привезли еврея, первый раз показать. А сейчас везде все евреи захватили, евреи, прессу, юриспруденцию. Все евреи. Надо бороться. Надо. Все время. А как? Одно оружие только нужно. Любовь. Чтобы они увидели, что со Христом лучше, чем без Христа. И вот привезли еврея. Через три часа он стал православным. Стал священником. Как это может? Не как Бог. А он на ум израильевич. Родители в Израиле. Это Израиль. Это отец у него так зовется. А теперь его сын вышел. Ну, это время уже давнешнее. Почему? Бог. Великий Бог пролагает дорогу человеку верующему. Вот я издал книги. 38 томов. Представь себе. Я теперь прошу, Господи, в стране все говорят, ничего не знают. Преподаю в пяти университетах бесплатно. Бесплатно. Теперь снабжаю их. Книги раздать. Я обмолюсь из Барнаула. Как это все сделать? И вдруг Бог мне положил на сердце подарить библиотеке мира. Мы едем до Владивостока. Порт находка. Возвращаемся. Контейр не загружаем. Почти пять тонн кидаем границы. Получаем иностранные паспорта. Шенгенскую зону заходим. Турция. Прошли до Лиссабона. Там Тихий океан, а там Атлантический. Скандинавия и Прибалтика и Север. 650 городов позади. Это что? Зачем бы я это делал? А мы везде выступаем и на стадионе и в библиотеках. И я подарил по милости Божию это Бог сделал на 35 миллионов рублей. Мои книги видели в библиотеке у Путина, а не у Патриарха. А как так? Я 9 лет когда писал не выходил из-за компьютера. Больше 30 тысяч часов провел когда книги издавал. А мне зачем это? С Богом. Я вижу как меняется население. Ну дети. А вот дети я их теперь в тюрьме сотрудничаю 18 лет. Преступники никого не слушают. Я прихожу полная тишина. Выступаю по радио. Иду по камерам. Раздаем все. Я ничего у них не возьму. Это нельзя делать. Но если который со мной идет охранник скажет можно. Я беру начальнику отношу иду ходатайствовать в краевую прокуратуру в администрацию они души не чают. Освобождаются ищут меня найти чтобы отблагодарить. Люди не верующие и на глазах делаются верующими. Я имел великое счастье видеть это. Представьте аудиторию у меня актовый зал 750 человек. Во всех пяти отделах милиции вел занятия. Милиции. городское УВД и краевое. И с Богом. И ни один не сказал Бога нету. За мной приезжает машина и я выступаю у них. 13 школ примерно. Три радиопрограммы регулярно веду. Все бесплатно. Понимаете какая жизнь насыщенная твоя с Богом. И у меня пенсия сейчас на сегодняшний день 8141 рубль 33 копейки. Я прораб работал в УВД. как уверовал меня везде зажали. Нигде на работу не принимают. Только сторожем в том районе в неведомственной охране ну и понятно у меня 35 лет стажу. Но я в свободные дни ложил печь. Я пищник. Я прорабом был. Так что меня они не обидели этим. Я просто говорю не я виноват. это было. А сейчас эти статьи все убрали. Ну вот виноваты. Меня реабилитировали. Суд у меня был суд 11 лет. что у меня конфисковали. Государство по норму задолжали мне 11 миллиардов. Ну это не доминированно были. И 11 лет шел в суд и я его выиграл. И вот сейчас я где нахожусь это два дома в центральном районе тут красота опь рядом и у них нечем рассчитаться. Я предложил недвижимостью. И мировое соглашение приехал мэр города сюда главная губернская газета фотографии начальник города Барнаула по имуществу слуцкий и Баварин. Баварин входил в десятку лучших мэров России. И мне два дома передали. Из одного мы сделали храм божий молиться. А тут склады настроили потому что мне в лагерь-то надо. Мне в лагерь завозить детей. Я иду в милицию и мне машина сопровождающая начальник милиции приезжает к нам 150 километров в деревню от Барнаула. Почему? Я обращаюсь где-то там директора кто-то поможет мукой. Там один помог тестомез. Я печь и сделал. Мы можем 100 булок в день. 100 выпить сами. Нигде больше этого нет. Приезжают смотрят но повторить никто не может. Почему? Бог. Это нельзя придумать даже так сделать. Это не может быть это. Это невероятно. Я смотрю сейчас вот у меня 4 книги они в интернетной версии 4 новые книги стихи по 800 страниц. Каждое стихотворение 9 куплетов по 4 строчки 36 строчек. Напротив каждой строчки у каждой где написано в Библии какая книга глава стих. Это что получается? Вот продают бумагу пищу 500 страниц пачка. 7 пачек. У меня 3467 стихотворений. Это что? 7 пачек исписали все от верха до низу. И ни одной помарки нету. Так не пишутся стихи. У Пушкина там перечеркнул черновики целые ни одной помарки. Я пишу из чистого листа. А как? Я молюсь и в это время у меня как бы строка появляется. Я быстро запишу и продолжаю молиться. Только отмолился беру ручку и я 35 строчек дописываю. Когда я в литературном институте читал стихи там Лев Ашанин поэт был они не могли наслушаться. Одно стихотворение второе третье прочитайте. У меня живое свидетельство Божие. Ни один поэт этого никогда не сделал. Это невозможно. Это выходит что у меня 9 лет я писал 9 лет стихи. Каждый день по одному стихотворению даже больше чуть. Как это может быть? Не знаю. Я не могу ответить на этот вопрос. А темы какие? Темы такие, что вот я смотрю на вас сейчас, допустим, вы наколоты. У меня про это стихотворение. Притом такое в таком плане просто знаете называется экстраполяция событий. Я беру событие 3000 лет назад, переношу его сюда и конкретно к человеку. Не просто стихи от нечего делать. Вот вы допустим зарядите я скажу вам мои стихотворения которые поются. Примерь к себе своим воображением. Не понял. Примерь к себе своим воображением. Это название стихотворения моего, которое поется. Вот себе запишите. А там текст пойдет и играет на гитаре. Примерь к себе своим воображением. Примерь к себе своим воображением. Все то, что прочитал или услышал. Для снайпера сегодня я мишенью. Всем хищникам меня Бог сделал мышкой. Ни час, ни сутки, но сплошная жизнь. На выходе и в ходе за обедом стреляют точно в лоб и давят только вниз. Задача выжить и ни одной победы. Хотя, как знать, когда я ускользну, петля и яд меня не захватили. Враг не достал истратил всю казну. Уверенность пожег в истерике, в бессилии. Их измотало. В горных перевалах там след моей ступни не распетлял по шахтам, гротам, полагам, отвалам и следуя святых, о ком я насчитал. Мой бег, мое убежище с Давидом, за мной доик, бешеный Саул. Они разведали, что им я мед акриды, а штаб квартиры избран Барнаул. Я с Моисеем на своей вершине последний раз смотрю из-под руки враги с собаками, с биноклями, в машине мой след вынюхивает на лес до упаду. Я отошел, не досягаем вам, умер. Прощай, земля, азарт, закон ограда, мой труд, следы считайте по слогам. Я успевал на каждом повороте засеять поле, застолбить межу, со златоустом путь житийный пройден, с той стороны земли на все гляжу. И вы видите, как поется. А если зарядите, знаете, на День Победы, День Победы, и запишите Игнатий Лапкин, на мои слова, как там поют, как украшено. День Победы, День Победы. Тоже заметьте себе, вам будет очень интересно. Не, мне очень интересно, я не отрицаю. День Победы. Сейчас не сидел бы, не слушал этого все. И как Победа приписывается человеку, и там показы, она, Бог дал Победу. Бог дал. Теперь начинает говорить, уже показывает, что Жуков, Георгий Константинович, когда вплотную к Москве подошли с иконой по повелению Сталина облетали Москву и враг отступил. А то сегодня все открывается. Жуков, четырежний герой Советского Союза, один такой на всю страну был, за всю мировую историю. И оказывается, вот как. Да мало того, еще и с собой, говорит, икона была. Это удивительно все. Не отрицаю. Я встречался с многими людьми и выступал на Конгрессе интеллигенции, а тут присутствовал лауреат Нобелевской премии Жарес Алферов. И вот, когда у меня был суд, в это время, ну там, коммунисты, все это, и когда суд был, они против меня выступали, и вот один из них, секретарь КПРФ, Железнодорожного района, Бобров Геннадий Александрович, и он обращается к суде. Судья говорит, какие ваши отношения? Ваша честь, я хочу вот сказать, она говорит, как вы познакомились с Лапкиным? Конгресс интеллигенции был, предоставляет слово, там, 10 минут, выходит, какие там, академики, и вдруг, ваша честь, выходит вот этот человек, в задрипанном пиджачке своем, в валенке с галошами, я только подумал, а он-то зачем здесь? Когда общесоюзные конференции, там, и прочее, на вашу честь, вот он заговорил, и я прошептал, златоуст, мне до того смешно, ему надо меня оттопить, а он забыл все, и перед судей меня поднимает. Почему? Бог. У меня нет гуманитарного образования, никакого. Религиозного я семинарий не кончал, я все добывал самостоятельно. И Бог благословил, учитывая, что мне 80 лет, и такие испытания, у меня вывершены руки, там все, я ни одной таблетки еще не съел, я разговариваю, запоминаю, с молодежью все время. Это, конечно, неправильно у меня, что я не могу в свой возраст войти, я все время с молодежью, где-то на 30 годах, я умом застрял, ну, 80 лет, это уже возраст. А у меня две голубяти, я туда-сюда снуюсь с голубями, даже в комнате у меня есть, а в деревне даже две было, три голубяти. А написано у нас, большая статья была, у злого человека голуби не живут. Я говорю, у меня доказательство, что я не злой. У меня голуби разных пород, они там крутятся, карусель такая. И вот, заметьте, я их выпускаю голубей, а в это время ястреб летит, хватает, и при том, самых породистых. У меня дома там ружье, в городе не будешь стрелять, что делать? И вот церкви, когда вышли у нас люди, здесь рядом-то, мы сделали крест, ну, из палочек, такой легкий-то крест. Вот такой вот, точно такой же вот крест. Вот. И молодые ребята, я говорю, вот тут протока идет, дальше оп идет, и деревья тополя растут. На тополь залезьте, а ястреб прилетит, у меня на лестнице сидит прямо рядом, голубя хватает. Я говорю, повесить надо крест, чтобы ястреб не лить. А какое дело ястребу? Ну, посмотрим. Они взяли святой воды, привязали крест, а он длинный такой, ну, рейка отпил. И священники осветили крест. А люди стоят, смотрят. Все, ни разу ястреб не залетел. Видели, только вдоль протоки летит, за эту грань так и не мог перелететь. Это я говорю, притом, ну, не просто так, вот у меня первая книга, книга стихов была, «Церковь, свобода, тюрьма» называется. И одна у нас тут заболела, Надежда Павловна, упала, и у ней перелом был, и рак начался. Она хорошая, хорошая. Я ей говорю, когда отойдешь, то поклонишься там Богу, на той стороне уже, после смерти. Найди Николу Судотворца, он любит помогать. Мне книгу выкупить надо, а я денег-то нету. А это дорогое, дорогое удовольствие. Вот у меня книги вышли, это в общей сложности, по первому году, 55 миллионов надо было заплатить. Это очень дорогое. И все спрашивают, как она, 40 дней, душа идет по мытарствам. Если ты курил, значит, это отдельное испытание, на курива, там, отдельно на пьянство, на разврат. Это у нас описано. 40-й день, все спрашивают, ну, еще ничего нету. Ну, как же так ждали, нету. И вдруг полный мне в двери стущат. Заходит человек, вы говорили, деньги нужны? Я говорю, да. Я, а в руках у него саквояжик, маленький такой чемоданчик. Я вам дам деньги? Безвозвратно. И чтобы никто не знал, он оказывается в сотрудничестве, и у них большая компания работает, и он никакого отношения ко мне не имеет. Но ни раньше, ни позже он пришел. И тут экспресс-газета выходит, она напечатали потом, помощь того света. И в этот же день я книги выкупил. Это Бог делает. Я имею живую связь с Богом. Вот у меня ночуют, вот видите, это у меня, это, вот так сделано. Я люблю, чтобы мало пространства, а людей много. До 11 человек могут ночевать, а на полу никого нет. И вдруг ночью, здесь приехали священники у меня, я говорю, надо помолиться. У меня завтра книгу, там какой-то, 18-й ту том я посвятил Корану, разбираю пасуром аятом, сравнение с Библией. Такой книги нет. Книги мои супер уникальные. И вот теперь, давайте помолимся. Я говорю, откуда ждете? Да ниоткуда я, не знаю. Только легли спать. А у меня заказ, что после 9-ти никто не звонил. Я студентам, всем говорю, не звонить. Это личное время, молитвы. Мы всегда стоим в одно время, в 4.40, везде. В 4.40 утра мы встаем, чтобы помолиться, посчитать, подготовиться. А в интернете, я вот в первом часу ночи я уже сижу за компьютером. В общей сложности я провел около 100 тысяч часов. Это вообще невероятно. Рекорд Гиннеса в два раза перекрытый. 14-16 часов я отдаю интернету. И вот среди ночи звонок. Это Барнаул? Барнаул. Это Яаким? Я говорю, это мой брат, священник Яаким. Я Игнатий. А нам сказали, у вас храм во имя Климента. Я говорю, нет, это лагерь. Лагерь наш в честь Климента. Ну, у нас дядя Климент умер. И сказали, что молитва лучше доходит там, где... Какие мысли людей-то? Я говорю, я это не знаю, не слышал. Мы вам деньги перешрем вестерн-юнионам. Ну, может быть, вы ошиблись? Нет, 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 нет. Мы как раз вас искали из Сакрамента, США. А я там был когда-то, ездил. Утром я иду, получаю деньги, выкупаю. Это священники, которые были, для них это шок был. Вы никогда не знали там никого? Я не знаю по сей день. Я только помолился за этого Климента. Понимаете? Я рассказываю не басни, у нас ложь, смертный грех. Но вокруг меня люди, я один не бываю. У меня тысячи друзей и тысячи врагов. Я ничего не выдумываю. Там вы когда зайдете на наш сайт, через гугл, сайт, там государственные фильмы сняты о нас и заняли первое место на международном киноконкурсе. Сайт. Не ютуб, сайт. Во свете Библии. православный библейский сайт. Там 50 книг аудио мной насчитанную. Там фильмы. И один фильм, первый фильм, первое место на международном киноконкурсе, а второй первое место в России. Златоуст из Потеряевки. Это деревня наша Потеряевка, это мое прозвище. Это реально? Это не выдумка? И при том, эти фильмы при советской власти еще. Это не просто так было. Как премьера шла, как пришлось выступать перед народом, а директор-то когда увидала, что там в фильме я показываю Ленина палачом, разбойником, она говорит, у меня зубы стучали друг от друга. Я думал, у меня арестуют в зале. А уже время, это 91-й год, уже все это было. Видите как? Я ничего на себя этого не беру. Это Бог так сделал. Меня власть зажала, у меня выхода никакого нету, но энергия пошла туда. Я показываю людей, сколько пришло к Богу. Как сейчас пишут, тысячи людей. Вот, околах, живу недалеко от вокзала, я квартиру ключ убрал, на столе все оставляю, бомжи вокзала узнали, все ко мне приходят, едят и уходят. Открывают дверь, поели и уходят. Вам это надо? Надо. И вот когда приезжали тут еретики, а тут адвентисты седьмого дня откупили дворец спорта, и они платили сто тысяч каждый день. И подходит человек, как ладистая белая борода, вы меня, наверное, не запомнили. Я говорю, а кто? А я бомж. Я верующий стал. Такой представительный мужчина стоит. Вот и все. Для Бога. А когда я для Бога делаю, все по-другому выглядит. А меня обманули. Бог допустил, я благодарю. Написано за все, благодарите. За все. Вот как. Одно мне идти уже, наверное, пора. Я пойду. Так, давайте договорились. По скайпу ко мне зайдите, я вам материалы скину. Да, да, да. По скайпу. Игнатий Лапкин. Я один на весь интернет с этой фамилией, именем. Тогда я отхожу от вас. Нет, стойте, стойте. Лапкин, да? Да, Лапкин. Маленькое слово лапа. Лапкин Игнатий. Барнаул. Попы. Я, тут не видно, это сливается так. Да, это я. Не за что. Барнаул. Да, Барнаул. Как сейчас только расстанемся, вы сразу на меня выходите, я вас приму. Я вам уже написал. Так. Спасибо за объяснение. Подождите, вы на меня зайдите, чтобы я вам мог материалы скинуть. Мне... Я вас... Я написал. Вы прям войдите, чтобы мы немного поговорили. Я не писал. Он там попросился в друзья к вам. Ага. Сейчас я приму и это уберу. У меня клавиатура закрыта. Мне надо ее распечатать сейчас. Вы завтра... Знаете, через день-два вы зайдите на наш YouTube, вы увидите, как мы с вами разговаривали, вам будет приятно. Всем понятно, что вы необычный здесь человек. Тут половина раздетые, процента 85 мусульмане, а вы... Ну, нормально у вас было. Все. Хороший разговор. Спасибо. Так, с Богом. Я отхожу. Хорошо было разговорить. До свидания. До свидания. Храни вас Господь. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok